До 1 апреля 2021 года будет выбран подрядчик, который разработает проектно-сметную документацию по расчистке Юрманского залива. Общий объём федерального финансирования составил более 67 миллионов рублей. Уже в четвёртом квартале этого года начнутся работы по выемке илоса дна и расчистке береговой линии от растительности. Залив у нас заиделся, замелел, то есть люди практически не купаются. Там уже некоторые садоводы жалуются, аллергия пошла. В этом году всё-таки решили помочь нам, садоводам, решить эту проблему. Я очень рад, что мечта наша осуществляется. Плачевное состояние Юрманского залива тесно связано с расположением большого количества предприятий на реке Свияга, из-за которых в том числе река и заилилась. В Министерстве природы отметили, что на все причастные к загрязнению залива предприятия будут наложены штрафы. Нам одобрены работы по реабилитации реки Свияга. Также до 1 апреля будет выбрана подрядная организация, которая разработает проектно-сметную документацию по расчистке реки Свияга. Работы у нас будут разбиты на три этапа. Общая площадь реабилитации и расчистки реки Свияга составляет более 24 километров. К расчистке планируют приступить также в четвертом квартале этого года. На сегодняшний день ведется предпроектная работа по реабилитации залива, благодаря которой будет решен главный вопрос, куда вывозить ил. Использование современных технологий позволит высушить его и после использовать полученный технический грунт в дорожной сети и сельском хозяйстве как удобрение. На ближайшие 10 лет после проведенных работ водоем вздохнет и сможет радовать жителей региона. Алина Тихонова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ. Новости Уллправда ТВ.